Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Участки для промышленного сбора ягод и грибов в Кировской области сделают платными. Вопрос подняли на еженедельном совещании в областном правительстве. Министр лесного хозяйства Кировской области Андрей Тесерин отметил, что в целях рационального использования лесных ресурсов будут проведены аукционы по передаче предпринимателям двух лесных участков для заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов. В случае востребованности такой практики ее продолжатся. Касается это только бизнеса. Жители региона, как и прежде, смогут собирать ягоды и грибы в любых местах бесплатно. Губернатор поручил также проработать вопрос организации переработки ягод и грибов в Кировской области, так как на данный момент все сырье из нашего региона поставляется в другие. Киров оказался на 55-м месте в стране по объему банковских вкладов жителей. Прирост вкладов в нашем регионе за год составил 10%. В среднем на счету каждого жителя по 140 тысяч рублей. Это в 7,5 раз меньше, чем у жителей лидера рейтинга Москвы. При этом в 10 раз больше, чем у аутсайдера Республики Ингушетия. Объем вкладов в пересчете на одного жителя России в среднем составляет 260 тысяч рублей. Общая сумма на депозитах россиян, согласно статистике Центробанка, около 40 триллионов рублей. В эфире «Экономика». Кировчан предупреждают о распространившемся в виде дистанционного мошенничества. На электронную почту или в мессенджеры приходят сообщения с предложением поучаствовать в розыгрыше от различных известных брендов. Человеку предлагается угадать, в какой игровой ячейке находится приз. Расыгрывают их в иностранной валюте. И после победы мошенники предлагают участнику конвертировать приз в рубли за минимальную сумму. После ввода банковских реквизитов и подтверждения согласия на операцию злоумышленники получают данные карты и доступ к ней. Благодаря этому мошенники могут расплачиваться в некоторых интернет-магазинах, а также настроить автоплатежи. Суммы при этом могут списываться небольшие, поэтому владельцы не всегда сразу замечают пропажу. Пишут бизнес-новости в Кирове со ссылкой на компанию «Мегафон». Там отмечают, что способ обмана – это не новый. Но в последнее время в Кирове зафиксирована массовая рассылка подобных сообщений. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова